В Твери на круглом столе обсудили итоги всероссийского рейтинга индекса административное давление 2022. Место региона в данных показателях, а также результаты исследования узнавала Наталья Федорова. Индекс административное давление основан на данных государственной статистики и представляет собой инструмент по оценке и корректировке правоприменительной практики и деятельности контрольно-надзорных органов на территории субъектов страны. В нашем регионе рабочая встреча прошла с бизнес-омбудсменом Антоном Самплевским. Совместно с руководителем направления расчета аналитических рейтингов Институт экономики роста имени Столыпина Кириллом Пузанковым. Мы разбираем, а что же происходит. Кто меньше применяет предупреждения, кто наоборот охватывает как можно большее количество предпринимателей проверками, кто плохо или хорошо работает в плане профилактики правонарушений. По этим и другим показателям специальный аналитический инструмент как раз позволяет нам отслеживать в динамике ситуацию, что происходит. На чем же основываются показатели? Это и доли предупреждений от общего числа наказаний, количество организаций ИИП, подвергнутых контролю и надзору от общего числа подконтрольных субъектов, а также процент профилактических мероприятий. По этим показателям мы оцениваем регионы и, соответственно, сравниваем картину по регионам со средней картиной по России и, соответственно, даем рекомендации относительно того, как можно улучшить ситуацию в регионах. Кирилл Пузанков проанализировал показатели Верхневожия за 2024 год. По его итогам регион занял 56 место. Это означает, что региону есть над чем работать, но при этом ряд ведомств добились показателей лучших, чем в целом по России. В их числе областные управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора. На круглом столе также присутствовали представители контрольно-надзорных органов, деловых сообществ, общероссийские и региональные бизнес-ассоциации, которые рассказали о новых ключевых моментах. По результатам проверок, должностное лицо, которое осуществляло надзорно-контрольное мероприятие, не вправе возбуждать административное производство. То есть данное административное производство, если по итогам выявлены такие нарушения, вправе возбуждать иное должностное лицо, не то, которое проводил проверку. Это один из ключевых моментов, которые внесены в Кодекс свободно-дминистративных правонарушений. По итогам дискуссии участники разговора подчеркнули, что в условиях внешнего санкционного давления в регионе необходимо создавать комфортные условия для развития бизнеса, а также проводить больше профилактических мер и меньше наказаний.